Продолжение следует... 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 Третий зал ведет узкий 8-метровый колодец, на дне которого находится замерзшая вода Судя по всему, у пещеры есть продолжение вглубь Несколько лет назад этот колодец обследовала команда Вадима Черноброва С помощью приборов ученые заглянули под ледяной панцирь На глубине колодца под толщу льда были обнаружены полые конструкции в виде дисков Эти полости соединяются с внешним миром при помощи вентиляционной системы Вглубь горы уходят вертикальные отверстия диаметром 25 см Эти отверстия и имеют гофрообразные поверхности с толщиной гофро 1-2 см Это говорит о их явном рукотворном характере Более того, мы, наша цивилизация, на данный момент не обладаем технологиями, позволяющими сделать подобные отверстия Гофрированные вентиляционные ходы соединены внутри горы Дискообразными полостями В районе Сугамакской горы зафиксированы многочисленные НЛО Кыштымский карлик Алешенька тоже из этой серии Есть веские основания считать, что Кыштымский карлик был не одинок В уральских легендах, связанных с драгоценными камнями, часто упоминаются подобные существа Итак, резюмируем полученную информацию Чертовы ворота, скала на Сугамакской горе Портал, через который НЛО попадают в наше пространство из другого измерения Через гофрированные ходы и дискообразные отверстия они проникают внутрь горы И дальше вглубь планеты Интерес инопланетян к запасам полезных ископаемых нашей планеты велик Непрошенных гостей интересуют разработки золота, кремния и кварца А если сюда добавить находящийся рядом Эльменский минералогический заповедник С его запасами титана, содержащего эльминита и других редких камней и минералов То все здесь происходящее выстраивается в четкую логическую цепочку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет! Музыка 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 Музыка